Всем доброе утро, дорогие друзья! Всем привет, бонжур, хелло! Доброе утро из Иерусалима, шалом! И мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона, мудрейшего из людей. И Максим Перенчук, слава богу, Дёрни-Нивни, у нас прям есть команда такая, те, кто учится каждый день, это огромная заслуга, очень правильно. Бонжур, учиться каждый, каждый день, учить Тору, как написано в Айгата Байямам Валайла, нужно учить Тору и днем, и ночью, начинай день с Торой, заканчивай день Торой, и тогда будет все идти очень хорошо, будет мир существовать, ради чего он создан. Так, всем доброе утро, все наши постоянные слушатели, всем шалом! Постоянство – это самая важная черта, настойчивость, постоянство. Яков Шатадин, привет, все. Итак, значит, мы дошли к 14 главе, значит, первый был отрывок, что «Хахмот нашим бантабейта», что мудрости женщин строят дом, то есть женщина, она основа дома, и женщина строит дом. И Велес, Беде, это Арсена, а глупая, она своими руками разрушает, и здесь это говорится про женщину и про интеллект. То есть интересно, что царь Соломон, он очень часто уподобляет интеллект человека, женщине, да? Ты вначале принимаешь из окружающего мира информацию, как женщина, она как бы восприимчивая. Потом ты ее, эту информацию перевариваешь и создаешь что-то свое. Хорошо, теперь второй был отрывок, что тот, кто ходит, кто ходит вообще прямыми дорогами, только тот, кто боится Бога. То есть вот этот вот страх перед Богом, трепет перед Богом дает возможность вырулить, как в Каэлите писал царь Соломон, что и Ре Ашем, тот, кто боится Бога, он именно всегда найдет правильное соотношение в любой ситуации. Можа комиссару, всем привет. Всем привет. Итак, значит, и здесь тоже царь Соломон нам повторяет уже более в техническом плане. Кстати, интересно, если спросить соотношение между Каэлит и Мишлей, то Каэлит это глобально зачем жить, почему, как работает система более глобально, вообще глобально, жизнь человека в целом. Я написал же книгу, комментарии на Каэлит, в этом весь человек. И мы учили, мы прошли уже цикл Каэлит, и там глобально как бы в 12 главах даны основные смысловые такие блоки, зачем живет человек. А Мишлей это как жить, это уже более тактические ответы на вопросы, что делать в конкретной ситуации. И 31 глава есть в Мишлей, где царь Соломон уже по деталям разбирает мир. Но опять же, глобальная его система стратегически, да, если взять стратегия жизни, это книга Каэлит. Значит, еще раз, значит, я повторяю, на чем мы закончили предыдущий урок, что тот человек, который боится Бога, он будет выбирать все время прямую дорогу. И Нелос Драхав Бузеу, а тот, кто позорит Бога, то есть тот, кто от Бога отказался, он будет все время скользить, петлять, он будет петлять. Знаете, есть такие люди, они по жизни петляют. Так вот, кто Бога не боится, а от чего ему тогда? Он все время, у него интересы, знаете как, в политике нет друзей, в политике есть интересы. И так же люди в жизни, да, они действуют исходя из семиминутных интересов, иногда так, иногда так. Понятно. Теперь, а тот, кто боится Бога, у него какой интерес? У него один интерес, только вот Бог и выполнять волю Бога. Теперь третий отрывок, третий отрывок 14 главы, мы дошли до 14 главы уже, третий отрывок звучит так. БП ЭВИЛИМ ХОТЕР ГААВА. БП ЭВИЛЬ ХОТЕР ГААВА. Значит, РОД ЭВИЛЬ это грешник-скептик, циник-скептик. Значит, у него БИЧ, ХОТЕР, он как бьет ГААВА. То есть, его РОД, его РТОМ, его РЕЧУ управляет его ГААВА, его ГОРДОСТЬ. Его ГОРДОСТЬ, то есть, его ЭГО, современным языком его ЭГО. То есть, РТОМ вот этого грешника-скептика управляет его ЭГО. ВЭСИФТЕЙ ХАХАМИМ ТИШМУРЭМ. А УСТА МУДРЕЦА, они их охраняют. Сохраняют мудрецов их же УСТА. Джема, можно его лечить налить, пожалуйста? Теперь, что это значит? Давайте посмотрим. ТОРА, ТОРА, да, это БОЖЕСТВЕННАЯ МУДРОСТЬ, КОТОРАЯ К НАМ ПРИШЛА ЧЕРЕЗ ПРОРОКОВ. То есть, СОЗДАТЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ ВСЁ ЭТО МИРОЗДАНИЯ СВОЕЙ МЫСЛЮ, МОЖНО ТАК СКАЗАТЬ, да? То есть, СОЗДАТЕЛЬ МИРОЗДАНИЯ СОТВОРИЛ ВСЕЛЕННУЮ И СВОЕЙ МЫСЛЮ УСТАНОВИЛ В ЭТОЙ ВСЕЛЕННОЙ, КАК ВЫШЕЙ РАЗУМ ОВА НАЗЫВАЮ, да? ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЗАКОНЫ. То есть, ВСЯ ВСЕЛЕННЯ ОЧЕНЬ СТРУКТУРИРОВАННО. Спасибо. Анахид Харятунян, пожалуйста, мы здесь, это не христианские вроде, сто процентов. То есть, мы, это Тора, Тора это не христианство, я извиняюсь. Я хорошо отношусь к христианам, но здесь абсолютно это Тора. То есть, Тора это учение Создателя мира, и мы, это не христианство, сразу говорю. Оно не противоречит, христианство вышло из Торы, основатель христианства ходил в храм, он молился тому же Богу, которому молятся евреи, он Бога просил, всех призывал, давайте служить Богу. Почему его потом назвали Богом, мне непонятно. Но мы как раз изучаем того Бога, который сотворил мироздание, и который был до сотворения мира. Понятно, да? Все. Но я уважаю всех людей, каждый живет в своей вере, пускай каждый живет в своей вере, но это уроти по Торе, не по христианству, извиняюсь. Хорошо, теперь двигаемся дальше. Вот этот вот Творец мироздания, он сообщил вот эти все законы, и дальше люди, люди, они их слышат, то есть они их слышат от кого-то, от пророков, пророки слышат от Бога, но пророков сейчас нет. Но были пророки, которые слышали от Бога сигналы, но были сумасшедшие, которые думали, что они пророки. И обычному человеку тяжело разобраться, то есть ему говорят люди, ты знаешь, Бог сказал так, а другому говорят, ты знаешь, Бог сказал так, третьему говорят, Бог сказал по-другому. И обычный человек, он теряется, а что сказал Бог, а как эта вся штука работает? И значит, есть, ну как бы, главная идея, что Тора, знание о Боге, приходит к человеку извне, не изнутри, а извне. Именно знание, именно информация. Теперь сидит человек и думает, верить или не верить, верить или не верить. Теперь грешник-скептик, да, он говорит, секундочку, в этом мире хозяин я, я главный. Я как хочу, так и буду делать, и поэтому я любое знание могу высмеять, так говорит грешник-скептик. И поэтому здесь написано, во рту грешника-скептика бич гордости. Он говорит, я самый крутой, кто мне что может рассказать, какой пророк, какой там не пророк. То есть он может высмеивать все, в итоге он говорит, я хозяин мира, я главный. То есть у него главное слово это я. Теперь, ну естественно, что написано в Талмуде, что гордец и Бог, они вместе не могут существовать. Потому что Бог хозяин мира, Бог творец мира, Бог управляет мирозданием, это факт. Если человек Бога вытесняет и говорит, я хозяин, они вместе не могут существовать. Теперь, что делает мудрец? Про Машер Абейну, про Моисея, главного пророка, который получил Тору от Бога. Бог, когда давал ему характеристику, он сказал, что Машер Абейну был, он был хахам, он был анам, миколядам. Он был самый скромный из всех людей. Он был самый скромный из всех людей. То есть, что значит самый скромный? У него не было эго. У него его эго не было. Он говорил, я не знаю. И он из-за этого слышал Бога. Теперь, значит, еще раз, как эта штука работает. Предыдущий отрывок был такой. Если ты не знаешь, тогда, если у тебя есть и рад шамам, если у тебя есть трепет перед Богом, тогда ты думаешь, а вдруг правда? Вот, а вдруг правда? Вот я же не знаю, откуда я знаю, правда, неправда? Кто я вообще такой? Что я знать-то могу? Я не знаю, что завтра будет. Я не знаю, что вчера было. Я не знаю, кроме того, что я вижу в данный момент, все остальное для меня это скрыто. Скрыто. Знаете как? В Каэлите царь Соломон говорил очень интересную идею такую, да? Он говорит, если скажет тебе человек, что он знает, что будет завтра, спроси его, а что у тебя за спиной сейчас? В ста метрах. Он скажет, не знаю, подскажи мне, я не вижу назад. Так вот, человек, он даже не знает, что у него за спиной сзади в данный момент. Тем более, он не может знать, что будет потом. Тем более, он не может знать, что в духовном мире. То есть, ты же не видел. Получается, что мы живем, каждый человек живет в мире веры. И он верит, он как бы принял на веру какие-то идеи. Теперь мудрец. Что говорит мудрец? Мудрец говорит, я не знаю, я не знаю. Ну, как бы, он изучает, изучает разные схемы, системы, схемы, знания. И он говорит, ну, скорее всего, есть Творец у мироздания. Скорее всего, у меня есть душа. Скорее всего, Тора это истина. Скорее всего. Может, да, может, нет. Мы же все живем в мире веры. Но дальше, если у человека появляется вот этот страх перед Богом, трепет перед Богом, то он на уровне ощущения может соединиться с Богом. Если он начинает молиться, то он на уровне ощущения может получить ответ от Бога. И в этот момент у него, если у него есть вот эта эмоциональная связь с Богом, страх и любовь к Богу, то тогда у него внутри складывается, как бы, вся картиночка, все пазлы складываются. Но все эти пазлы, они все равно называются вера. Мы все живем в мире веры. Кто верит в Бога, живет он верующий. Кто не верит в Бога, он тоже верующий. Только он верит в другую модель мира, в которой нету Бога. Кто там веган, он верующий веган. Он верит, что ему там растения принесут пользу. А кто там мясоед какой-нибудь, он верит, что ему мясо принесет пользу. Мы все верующие люди. Атеист верит в Карла Маркса, в там, я не знаю, во что еще верит, в Дарвина он верит, атеист. Но чаще всего и атеист, и дарвинист, это просто люди, которые ничего не знают, но при этом они думают, что они знают. И об этом говорит нам царь Соломон, что во рту у грешника-скептика, у него бич гавы. Он говорит, да я знаю, да я сейчас тебе объясню, да я на самом деле тебе расскажу. Он пишет, что Бога нет, например. Знаете, меня очень удивляют люди. А кто ты вообще? Откуда ты знаешь, есть Бог или нет? Ты не знаешь половины стран мира названий, ты не знаешь. Как ты можешь про Бога судить, если ты кроме там своего маленького аккаунта ФСБУТи в жизни видел там вот такой вот кусочек реальности. Как ты можешь говорить, что Бога нет или Бог есть? То есть ты можешь сказать, мне кажется, мне думается, мне верится, мне может быть, мне сказали, можно так сказать, мне сказали, что Бога нет. А другой может сказать, а мне сказали, что Бог есть. Это будет правда. Что говорит мудрец? Мудрец, он говорит, я не знаю. Есть в Талмуде очень интересная история. В Талмуде написано, что Мошер Абейну сказал, что завтра кэхацоталайла, как полночь, около полуночи. И Талмуд задает вопрос, а почему Мошер Абейну, Моисей, человек, который был с Богом, как одно целое, он был пророк, который все видел. Почему он сказал, завтра около полуночи? Что Бог тоже не знал, во сколько он придет выводить евреев из Едипта? Бог знал. Мошер Абейну, что ли, не знал, когда полночь? Он тоже знал, он все знал. То есть он был пророк, он видел реальность насквозь. А почему он сказал, в Торе написано, около полуночи? И Талмуд говорит, Мошер Абейну, он знал, когда полночь. А другие-то люди не знали, когда полночь. Откуда знали люди раньше, точно во сколько полночь? И тогда, если бы он сказал полночь, а у другого на часах там не полночь, то все бы сказали, врет Маше. Потому что, как написано здесь в третьем отрывке, во рту у грешников-скептиков бич гавы. То есть они бы сказали, мы знаем, когда полночь, а он не знает. Так бы говорили эти... Машета знал, когда полночь. И он сказал, завтра около полуночи. И Талмуд из этого говорит, даже если ты знаешь, приучи свой язык говорить, я не знаю, будь скромным. Не говори точно, во всех случаях, всегда. Это, знаете, как есть, вот чтобы завершить этот отрывок, самое простое его завершение такое. Есть такая история, как папа своему сыну объяснял. Сынок, говорит папа, вот быть категорично уверенным в своей правоте могут только идиоты. Потому что нет ничего абсолютно точного в мире. Сын такой говорит, папа, а ты уверен? Папа говорит, абсолютно точно. В этом мире нет практически ничего абсолютно точного. Мы живем в мире идей, и как только человек это понимает и осознает, вот он тогда попадает в мир истины. Он понимает, что он живет в мире своей веры. Он понимает, что, как говорил пророк Хавакук, цадик бэ эмунато их е, цадик своей верой эмуной будет жить. И любой человек, он понимает, чем бы он ни занимался, во что бы он ни верил, он понимает, что он просто живет в своей иллюзии, в мире своей веры, которую он получил откуда-то. Откуда-то он получил какие-то обрывки информации. И человек мудрый, он становится скромным. Он говорит, вы знаете, если Платон говорил, я знаю, что я ничего не знаю, или Сократ говорил, Сократ это говорил, мне кажется. Так я что, умнее Сократа? Я не умнее Сократа, я тогда... Знаете, тут есть тоже одна такая петля. В одной ешиве, в одной ешиве люди учились скромности. И они вот такие сидят в ешиве, и они, я никто, я ничто, я ничего не знаю. Я никто, я ничто, я ничего не знаю. И тут один приходит в эту ешиву учиться скромности. И он тоже встал такой и говорит, да, я вообще ничего не знаю, я никто, я ничто, я вообще ничего не знаю. И тут один на него смотрит, говорит, вот ты какой гордец, первый день вешиви, а уже ничего не знает, уже никто и ничто. То есть здесь тоже есть петля такая, что действительно это правда, что человек ничего не знает. Но когда гордость, это такая штука, которую она человека может легко поймать и в этом. Как один искал себе невесту, и он искал себе невесту, такой был мудрец вообще. И каждую невесту ему предлагали, а он говорил, нет, она для меня недостаточно красива, недостаточно умна, недостаточно из хорошей семьи и так далее. И этого такого раввина молодого, его направили учиться к цадику, учиться скромности. И он, год у него учился скромности, как быть скромным и как не выделываться. И через год ему предложили прекрасную невесту, и он говорит, вы знаете, говорит, ну она действительно, она вообще просто, просто вообще уникальная, прекрасная, все. Но я не согласен. Ему говорят, почему? Он говорит, вы понимаете, раньше я был просто мудрец, а сейчас я скромный мудрец. То есть я вообще просто уже на такой высокой ступени, что она мне тоже не подходит. Хорошо, это первый был отрывок, третий отрывок 14 главы. Еще раз, во рту у грешников-стептиков бич Гавы, а уста мудреца, они его охраняют, и он говорит, не знаю, может быть, в большинстве случаев я слышал. Он так очень скромно разговаривает, как Машера Бену, величайшему Машера Бену, он вообще, когда люди к нему пришли, говорят, что ж ты нам там насоветовал. Он говорит, а что я, меня вообще нету, я просто вообще передатчик Бога. Это настоящая скромность. Теперь дальше, следующий отрывок, он, четвертый отрывок, он звучит так. Бен Алафим Авус Бар. Когда нету быков, ясли, где их откармливают, они чисты. Вераф Твоот Беко Акшор. Но много урожая, много прибыли будет от силы быка. Значит, я этот отрывок, это был первый отрывок из Мишли, который я услышал из притчи. Когда я приехал в 26 лет учиться в Ешиве в Израиле, меня очень удивляло, что такие сидят ребята в Ешиве, целый день учатся, 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 прям не встают. Молятся и учатся, целый день. Я пришел тогда к Рош Ешиве, глава Ешивы, такой раввин был Раввидер, такой в Швейцарии. Вот он был, я спокойнее человека не видел, он был вообще вот всегда спокойный. Он учился вот нон-стоп там 15 часов в день, он изучал Тор, он был дикий мудрец. Я ему говорю, Раввидер, почему в Ешиве не занимаются спортом, почему не заниматься спортом в Ешиве? И он мне этот, сказал отрывок этот, он говорит, потому что говорил царь Соломон, что когда нету быков, ясли пусты, но много силы вырафт вот быков шор. Он говорит, смотрите, много урожая от силы быка. Он говорит, смотри, тело человека это бык, это корова, я называю это корова, но царь Соломон называл это быком. То есть тело человека, животное тело, это животное, настоящее, конкретное животное, не очень сильное, без шерсти, не очень такое, ну как сказать, слабенькое животное. Относительно муравья мы вообще просто слабаки, относительно там кошки, которая прыгает на забор, мы просто никто. Относительно лягушки, которая прыгает с места на 10 своих корпусов. Представьте, если бы человек был хотя бы такой же силы, как лягушка, и он мог бы вот так вот взять и прыгнуть на 10 своих корпусов, на 20 метров. Представляете, какой был бы мир, если бы люди были такие сильные, как лягушки или как кошки. Стоит такой человек, потом оп такой, и на третий этаж дома запрыгнул. Все, но мы слаботи, слава богу, мы слабые. И это то, что он сказал. Смотрите, если тело человека, он говорит, если взять сейчас вот этих вот ребят молодых, которые учат Тору, и выпустить их заниматься спортом, у них, значит, их бычья вот эта сила, их животная сила, она поднимется, и они не смогут ей управлять. Они не смогут управлять. Все, поэтому он говорит, если нет быков, ясли пусты, чисто, чисто. То есть ты можешь слабым телом легко управлять. Если тело слабое, если ты такой сидишь, у тебя нету никаких побуждений, там мимо проходит какая-нибудь девушка, да? Ну, проходит и пусть проходит, да? Если ты сидишь, и тебя, в принципе, материальный мир не сильно интересует, тебе легко тогда учить, изучать Тору, заниматься своим духовным развитием. Продолжение отрывка. Много есть, много урожая от силы быка. Но если ты смог свое тело поставить под контроль своего интеллекта и под контроль своей души, тогда сильное тело дает тебе, конечно, больше возможностей для духовного роста в этом мире. То есть здесь, в этом отрывке царь Соломон нам показывает вот такое вот соотношение между телом и духовным ростом. Вообще, в народную мудрость этот отрывок перешел в такая есть поговорка, если кто слышал, я думаю, все ее слышали, что есть люди, которые едят, есть люди, которые живут, чтобы есть, а есть люди, которые едят, чтобы жить. Есть люди, для которых их тело, оно первично, и вся их жизнь направлена на то, чтобы попытаться принести больше удовольствия телу, больше обжираться, больше спать, больше отдыхать и так далее. Теперь есть люди, для которых тело является инструментом для духовного роста, для достижения. Это второй вариант. И все это зашифровано в отрывке, если нету быков, тогда ясли пусты, то есть у тебя как бы хлев, он чистый. Но много силы, много пользы от силы быка. Если ты сумел своего быка разогнать и поставить его на служение своим духовным целям, тогда ты будешь, конечно, очень такой полезный бык для мира и для себя. Все, всем, всем удачи и успехов. Всем удачи и успехов. Всем шаббат шалом, кто соблюдает шаббат, кто еще не соблюдает шаббат, но верит, что Бог сказал седьмой день отдыхайте, всем тоже шаббат шалом. И, значит, все учим Тору, через Тору человек присоединяется к Богу. И когда ты думаешь о Боге, молишься Богу, просишь Бога, он открывает большую мудрость. Все, всем удачи и успехов. Шаббат шалом, прекрасного дня.